Доброго утра всем, кто сейчас слушает Большое Радио. Мы вас приветствуем. Программа «Точка зрения» в прямом эфире в ближайшие полчаса. У микрофона Анна Будовская, за пультом звукорежиссёра Роман Мурачёв. А в гостях у нас сегодня директор Центральной городской библиотеки нашего славного города-героя Мурманска, Ольга Вовк. Доброго. Доброе утро. Очень масштабный, очень праздничный, торжественный информационный повод у нас с вами сегодня для разговора, для беседы вообще в принципе о том, как живёт сейчас современная библиотека, что это за пространство. Вот буквально совсем недавно Мурманск стал центром Всероссийского библиотечного конгресса. Очень масштабное событие, и я знаю, что, разумеется, и Центральная городская библиотека тоже принимала в этом участие, да, была своя история у вас. А вот такое масштабное событие, свет библиотечный, профессиональный, столько много интересных авторов, различных руководителей, да, самого высокого уровня и директоров тоже, ваших коллег. Вот насколько это важно для профессионального библиотечного сообщества, библиотечного дела, вот такого рода, такого масштаба мероприятия? Это потрясающее совершенно событие, это впервые в истории вообще Российской библиотечной ассоциации, да, это профессиональная большая ассоциация, которая включает практически, наверное, всей библиотеки страны, вот, впервые в истории проходит конгресс в Мурманске, в городе, расположенном за полярным кругом. То есть география была различная, но, тем не менее, она не выходила, насколько я знаю, за границы полярного круга, это точно. По-моему, даже в Сибири ни разу не было, вот, так что, возможно, еще все будет. Для Мурманска это событие, это колоссальное событие для всех библиотекарей. Естественно, у всех моих коллег была уникальная возможность не только выступить с докладами, а, естественно, принимающая сторона имеет определенные, ну, скажем так, преимущества, да, по количеству докладчиков, потому что нужно в первую очередь показать Мурманск, показать Мурманску область, вот, и мы себя показали хорошо, потому что сегодня, вот, например, уже завершение, конгресса, да, то есть сегодня официальная часть, когда подводятся итоги и будут называть столицу, библиотечную столицу 2024-го, да, то есть это преемственность передачи вот этого символа. Да, мы напомним, что библиотечная столица России 2023-го года — Мурманск. Мурманск, Мурманск. Поэтому для всех моих коллег это огромное событие, многие были слушателями. Потрясающе совершенно была проведена книжная ярмарка, и она стартовала, получается, с 10-го числа, то есть уже в выходные, когда шла параллельно и уличная ярмарка, и много было различных активностей. Но для нас, библиотекари, всё-таки, как ни крути, самое главное — это книга, это авторы, да, живое общение с автором этого не заменит никто и ничто и никогда. И когда в Мурманск, помимо того, что сюда съезжаются все мэтры библиотечного дела, когда сюда приезжает Вадим Дуда, да, когда сюда приезжают руководители вообще крупнейших федеральных учреждений, вот, и приезжают авторы уровня Татьяна Толстая, была Яна Вагнер, был Максим Замшев, Платон Беседин, и когда это идёт беседа о книгах, о книге, да, определённая литературная критика, это просто, это создаётся какое-то такое шикарное, огромное информационное поле, да, когда ты просто чувствуешь, что ты купаешься, вот, получаешь интеллектуальное, эстетическое и прочее удовольствие вот от этого общения. И оно не только профессиональное, да, оно вот общение о книге, возле книги и рядом с книгой. И книжная ярмарка ещё давала возможность, опять же, всем жителям и гостям города Мурманска тоже вот приобщиться к этому. Понятно, что Конгресс — это, в первую очередь, профессиональное событие, оно для нас. Такой интенсив, да, профессиональный? Да, да, невероятно интенсив. Понятно, что все, кто к нам приехал, они едут, естественно, за полярным солнцем, сторонополумничного солнца, да, вот это никто не отменяет, эту прекрасную метафору. Вот, для них это экзотика, для них экзотика это Териберка, для них экзотика вот наши какие-то климатические условия, хотя Мурманск, опять же, встретил прекрасной погодой. Да, очень повезло, вот, надо сказать, Небесной канцелярии большое спасибо. Были несколько приезжих, я успела поговорить с южанами, кто приехал 9-го числа, и, конечно, 9-го-то погода их встретила прямо вот красотой, вот нашей июньской, там они в снежную крупу попали, они еще были на мор-вокзале, да, возле музея, там, охоте. Ну что же, региональный компонент получите, так сказать, для них это все, да, это все прекрасно, это все экзотика, я говорю, о, вы еще не видели, как у нас в июле цветет сирень, а иногда в августе, вот, поэтому для нас это, конечно, огромное событие, это событие для города Мурманска, это определенный уровень, это возможность себя показать, да, и всех остальных посмотреть. Вот как раз возможность себя показать и других посмотреть, безусловно, вы же менялись впечатлениями, была обратная связь со стороны, да, ваших коллег, не могу не спросить, а как и какие комментарии, скажем, и какие оценки давали ваши коллеги вот именно нашему профессиональному мурманскому библиотечному сообществу? Мурманск на очень хорошем уровне, да, во многом благодаря тому, и что в Мурманске, напомним, появилась первая вообще в России модельная библиотека, да, созданная по модельному стандарту в рамках национального проекта «Культура», и это наша библиотека, да, библиотека нашей Балина 59, кто не знает, очень рекомендую «Библиотека комиксов», как мы её позиционируем, да, вот, и комиксов там очень много российских, поэтому приходите, читайте, там масса активностей проходит, вот. Естественно, тут определённо есть, скажем, таким локомотивом выступает и Мурманская областная научная библиотека, да, у которой есть высокий такой достаточно сильный, авторитетное, да, вот такое мнение. Собственно, вы же знаете это не понаслышке, потому что в своё время было достаточно много профессиональной, да, такой отрезок, вы отдали работе как раз в областной научной. И это, да, это колоссальный опыт. Но вот сейчас, например, я уже успела переговорить с коллегами, кто был на краеведческой секции, к сожалению, я очень хотела на неё попасть, это всегда интересно, но 13-го числа весь день проходил в Оленигорске, я понимала, что я просто выпаду на целый день, я в силу того, что профессиональные обязанности с меня никто не снимает, я не могу себе позволить на целый день уехать в Оленигорске. Это было бы слишком роскошно, да. Да, это было бы слишком роскошно, но я уже мнениями поделилась, успела, да, переговорить, что Мурманск очень высоко ценят, да, и в том числе нашу краеведческую деятельность. И, кстати, там выступала с докладом как раз-таки заведующая вот нашей модельной библиотекой, и она рассказывала вот о том, как можно такие экскурсии проводить по городу, как это происходит и в живом формате, как это происходит в формате велотура, который у нас проходит, как это можно делать в формате видеоэкскурсии и так далее, и так далее, и это было действительно интересно. Все Мурманск, ну, скажем так, в библиотечном мире, да, Мурманск звучит, да, потому что, опять же, Мурманская там областная библиотека создала Центр современного искусства, планетарий, да, на своей базе. У нас есть прекрасный девятый филиал, который расположен в торговом центре. Мне многие говорили, у нас такого нет. Я говорю, вы знаете, в России практически нигде такого нет, кроме Мурманска, да, и вообще, в принципе, формат нашей арт-библиотеки, где есть звукозаписывающая студия, где есть гончарка, где огромное количество швейных вышивальных машин, и есть люди-библиотекари, которые помогают со всем этим работать. То есть они проводят инструктаж, они помогают, они делают какие-то рукодельные вещи. Да, порой из-за этого возникают и сложности, потому что настоящий библиотекарь, он не настоящий библиотекарь, если он не задаст вопрос, ну хорошо, вы тут шьёте, вышиваете, пляшете, танцуете. А книги-то у вас есть. Да, и книги там, разумеется, есть. Но Мурманск в топе тройка, тройка, да, самочитающий. Самочитающий регион, и это, опять же, тоже во многом благодаря тому, что в последние годы Мурманск очень громко прозвучал, потому что областная научная библиотека стала автором и зачинщиком, громкоординатором литературного диктанта. И теперь эта акция не просто всероссийского масштаба. В прошлом году она стала международной. Международной, да. Огромное количество площадок по всему миру. Ну, мы понимаем, конечно, что на международном уровне там присоединяется в основном русскоязычное население, да, либо те, кто изучает русский язык, есть, да, такие сильные площадки. Но и тем не менее... Но это никоим образом не понижает. Нет, не понижает, да, да. Мне очень приятно, потому что я всегда нескромно говорю, что литературный диктант, говорю, это такое, оно теперь шагает по всему миру. А вы участвовали? А придумала его я. Понимаете? Я его просто придумала. Это была моя идея. И тогда еще с командой областной ночной библиотеки мы создавали, и на самом деле некоторых из этих людей, с кем мы придумывали вопросы, саму концепцию. Мне тогда коллеги мои пытались вбить с пути истинного. И говорили, Ольга Сергеевна, может быть, мы там включим... Ну, литературный же диктант. Не говорится, что это русская литература, да? То есть, может быть, классики там по зарубежной. Я сказала, вот тогда я сказала, нет, там будет только русская литература. Только те авторы, которые пишут и думают на русском языке. Только так. Здорово. И теперь мы понимаем, что вот это правильная была позиция изначально. Потому что тотальный диктант, это, конечно, уже все. Это уже прям такое... Это прям событие-событие. Вот, литературный диктант еще... Но он уже крепко стоит на ногах. Я когда уходила, став директором Центральной городской библиотеки, я просто говорю, ну вот теперь вот это бренд Мурманской областной научки. Поэтому да, поэтому Мурманск... Мурманск крут, я считаю, во всех смыслах. Вот смотрите, библиотечный конгресс, который у нас вот в прошедшие, да, выходные гремел, был приурочен к 85-летию, ну, скажем, да, это действительно такое большое событие, юбилей области, 85 лет нашему региону. Но, насколько я знаю, у вас тоже праздник. Да. И Центральной городской библиотеки, столица Заполярья, 80 лет. Разумеется, планируете отмечать, и будут мероприятия, будут интересные события. Так, пересекаетесь. Казалось бы, да, вот 85 лет для региона, это не самая, наверное, большая цифра, а 80 лет для библиотеки и для такого молодого региона. То есть вы практически чуть-чуть помладше области, да? Да. Интересно, что да, что дата создания это получается как раз-таки во время войны, да, и это, как говорится, не отменяло, не помешало, то есть вот это очень важно, да, понимание. Насколько важна книга для... руководителям, которые у власти, и они понимают это сейчас. Вот это вот на всех уровнях прослеживается. Тут на самом деле и городу большая благодарность и области, потому что есть областной проект «Библиоперезагрузка», да, и город понимает и всегда помогает нам и поддерживает, вот, потому что любое участие, опять же, я немножко сейчас проговорю, да, вернусь к юбилею, любое участие в каких-то форматах проектов, типа нацпроекта, да, это же, по сути дела, получение гранта, только федерального гранта, да, это субсидия, вот, на условиях софинансирования. То есть здесь поддержка идет... понимают, и для меня вот в первую очередь то, что у нас в этом году юбилей, мы решили, что понятно, что для себя мы праздник устроим, да, пригласим наших партнеров, там, коллег из других библиотек, из других учреждений культуры, вот, но самое-то важное, чтобы мы сделали праздник для наших читателей, поэтому у нас будет подарков несколько, мы празднуем свой юбилей осенью, вот, и подарки начнутся сыпаться, я бы сказала, как из рога изобилия, причем потрясающие подарки, начиная уже с сентября, то есть сейчас у нас активно идут ремонтные работы в филиале номер 2, который расположен на Нахима 18, и там как раз открывается молодежное пространство СОПКИ, но когда мы участвовали тоже в этом конкурсе, да, на получение этой областной субсидии, вот, я задавала этот вопрос, это был для меня крайне важный вопрос, я просто разговаривала напрямую уже с комитетом по молодежной политике, говорю, если мы делаем СОПКИ, у нас же библиотека остается, сказали мне, да, конечно, вы опережаете, да, да, разумеется, у вас библиотека остается, и что еще более важно, что часть денежных средств мы имели возможность потратить на книги, это вообще потрясающе совершенно, потому что ремонт ремонтами, оборудование оборудованием, но без новых, фондов, да, но без новых книг библиотека, это не библиотека, вот, естественно, что, опять же, будут меняться немножко формат, наверное, мероприятий, очень хочется больше мероприятий, не просто для молодежи, но таких, знаете, ну, понятно, что эти молодежные пространства создаются не просто так, конечно, одна задача, это вытащить молодежь, какую можно, из торговых центров, да, из каких-то вот таких, ну, на живое общение, на полезное общение, немножко из деструктивного поведения, да, перевести чуть-чуть в конструктив, и такие примеры есть, вот, и это реально, мне бы очень хотелось, чтобы мы много занимались, сейчас тут много, знаете, искусства, вот это все, мне хочется заняться популяризацией науки, научно-технического творчества, и вот СОПКИ дают возможность это сделать, можно приглашать интересных экспертов, опять же, здесь молодежка помогает, причем и на городском уровне, и на областном уровне, готовы помочь, поддержать и так далее, потому что пространство пространством, да, еще раз, ремонт и ремонтами, но это все не работает, без каких-то интересных, больших активностей, да, когда людей нужно привлекать, и привлекать в первую очередь молодежь, но опять же, это не значит, что если мы открываем молодежное пространство, что там, скажем, людям старше, там, не знаю, условно 45 лет, мы скажем, не, знаете, идите в другую библиотеку, там, где не молодежное пространство, нет, мы продолжаем обслуживать всех, всех, конечно же, составляющая библиотеки, она, ну, как минимум, точно на таком же уровне, как и вот, не меньше, а даже больше, и даже выиграют, потому что, в любом случае, на данный момент у нас в планах открываться и работать уже в формате до 9 часов вечера, вот, да, А сейчас? А сейчас до 8, до 8, это обычный такой график, у нас работает до 10 только филиал, вот, на Карла Маркса, вот, арт-библиотека, до 10 часов, не поверите, там и люди есть до 10, да, сама удивляюсь, что вы там делаете, но они все время что-то делают, вот, и модельная библиотека, разумеется, будет уже работать. Второй большой подарок, да, он может быть даже первый по значимости, это открытие модельной библиотеки на Чумбарова-Лучинского. Что-то удивительное планируется, я заглянула в контакт, в группу, и полистала, так скажем, небольшие спойлеры, да, о том, что же это будет, но просто хочется, конечно, увидеть это и вживую, потому что проект совершенно удивительный, расскажите чуть поподробнее. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, хотя мы уже об этом много раз говорили, и показывали наши веселые картинки, как я их называю, ну, это визуализация, по-моему, визуализация. Да, визуализация. Вот, это будет зеленая библиотека, тут мы особо ничего не придумали, вот эта вот концепция экологическая, да, экологического просвещения, она была у этого филиала, и, в принципе, они эту линию будут продолжать. Просто мы подумали, когда этот проект, скажем так, дорабатывали для того, чтобы подать заявку на модельную, вот, что, наверное, надо как-то усилить, и раз уж она у нас зеленая по фактически проводимым мероприятиям, давайте ее сделаем по-настоящему зеленой. То есть у нас фасад покрашенный в зеленый цвет, причем он такой яркий, что его, мне кажется, видно с другой стороны залива. А библиотека расположена как раз вот напротив ждущей, на пригорочке, понимаете, я говорю, ну, вот оттуда будет видно. Такой маячок, библиотечный маячок. Ну, чтобы все нашли сразу, потому что первый этаж, все-таки обычные жилые пятиэтажки, вот, внутри будут фитостены с живыми растениями, вот, это, скажем, я не могу сказать, что-то прямо такая новинка, но для Мурманской области это будет, наверное, первая такая. В формате библиотеки, в рамках библиотеки, вот такого масштаба, это первое. Мы, в Маяковке есть фитостены с живыми растениями. Просто мы знаем, что вот рестораторская история, сфера, это здесь уже очень давно, да, в принципе, даже аэропорты, Крымская волна, Симферопольская волна, тоже, да. Сначала были искусственные, да, потом уже появилась вот эта идея, что хочется как-то пространство всё-таки насытить живыми. И вот экологический момент, вот этот зелёный момент, он так потихонечку распространяется, да, вот важность того, что надо беречь природу. Я очень давно хотела это, это прямо вот идея. А у вас будет специальный человек, кто будет ухаживать за этими растениями? Все коллеги готовы. Или вот инструктаж для всех, да? Да, инструктаж, разумеется, для всех. Есть те, кто преимущественно будет этим заниматься, разумеется, и будут волонтёры. У нас такая практика уже есть в той же самом девятом филиале арт-библиотеки. Там достаточно большое количество зелёных растений, и там есть люди, у которых есть фитокроссинг, когда растениями зелёными меняются, там приносят что-то своё. Есть люди, которые приходят и ухаживают за зеленью, знаете, просто так, своё свободное время, и мы будем в данном случае тоже привлекать волонтёров. Плюс ко всему, и это ещё более важная вещь, чем просто фитостены, потому что фитостены, ну, это вот фишка такая. Ну, это да, это больше такая интуиерная история. Она красивая, эстетичная, да. Вот, у нас будут фито-лаборатории, где будут гибропонные установки. Вот всё-таки научную историю вы прям продвигаете, да? Обязательно. Обязательно, потому что мне кажется вообще, что вот это тема библиотек в первую очередь. Потому что библиотека, вот она всегда для меня на стыке культуры и образования, да, вот эта просветительская функция. И я прям вижу, библиотекари очень часто хотят прям переметнуться на сторону образования. Я их так слегка останавливаю, говорю, нет, коллеги, тут нужна образовательная лицензия, да, то есть давайте пока подождём, пока останемся вот на просвещении. Вот, и мы делаем фито-лабораторию с гидропонными установками и с тем, чтобы выращивать растения на открытом грунте. Вот. Плюс ко всему, фито-лаба будет два, вот, и у нас будут два электронных микроскопа, пока закуплен один, будет ещё второй, будет ещё до поставка. Вот. И идея такова, что гидропоник – это одна история, да, это одна, скажем так, технология, и можно выращивать вот в небольших таких установочках. Они программируются определённым образом, вот эти все субстраты, вот это всё. Есть фито-шкаф, который закрывается и там создаётся определённый микроклимат и даже, ну, скажем так, стерильность, да, потому что всё, что из внешнего мира, оно попадает туда по минимуму. А будет у нас фито-шкаф, где мы будем проращивать рассаду из семян. Сами. Ну, попробуем. Это, конечно, это всё вот, это реально пилотный проект, мы просто будем пробовать, как у нас это всё будет получаться. Потом это будем всё рассаживать в открытый грунт. Вот. Пока ещё мы не решили, что мы конкретно будем выращивать, я предлагала клубнику. Это же ещё и вкусно. Но опять, это же интересно детям. Естественно, мы рассчитываем на подрастающее поколение. Вот. Там филиал, помимо экологии, там поддержка молодёжных инициатив. У нас там есть детский отдел. И место там, скажем, уже нахоженное детьми, потому что именно в том микрорайоне детская библиотека расположена далеко-далеко внизу. И не всем и не всегда удобно туда ходить. Да, и она не очень большая по площади. А здесь у нас площадь большая, квадратура позволяет. Мы даже в детском отделе делаем скалодром. Правда, сами уже в ужасе от того, что мы придумали. Ну, потому что всё-таки это травмоопасная история, да, поэтому уже вот стараемся обезопасить. То есть скалодром, фитолаборатория, фитостены, сенсорная комната. Это тоже отдельная история, связанная с обслуживанием такой уникальной категории, да, как детки с особыми потребностями. Вот. И опять же, в этом микрорайоне у нас есть и коррекционная школа, интернат, есть отделение пребывания молодых инвалидов, и сотрудники этого филиала на Чумара-Волучинского, они много работают с этой категорией, вот они были к этому готовы. И знаете, самое классное было, до того, как мы начали ремонт, мы собирали партнёров действующих и предполагаемых. И вот там были в том числе представители школ, и они нам сказали огромное спасибо ещё до того, как мы это сделали, они сказали, это потрясающе, что вы делаете эту сенсорную комнату, потому что у нас сейчас инклюзия идёт, у нас идут детки с расстройствами аутистического спектра и так далее, у нас нет помещений, где с ними можно работать. И у нас уже, понимаете, есть это соцзаказ. То есть мы сработали, по сути, на опережение, предвосхищая. И вот для меня это очень важно, что в данном случае, ведь в нацпроекте, ну, наверное, как и во всяком гранте, а там есть просто эссе, когда ты пишешь, и самое главное там, как изменится жизнь жителей этого посёлка, этого города, этого микрорайона после того, как здесь будет создана модельная библиотека. И вот мы понимаем уже сейчас, что создавая сенсорную комнату, создавая такой уникальный детский отдел, создавая эти фитолабы, мы реально влияем на ситуацию в целом. На интерес жизни, на увлечение ребят, в том числе с особыми потребностями детей. Для меня ещё важно, что мы создаём действительно уникальную библиотеку. Вот она будет такая, она будет, мне кажется, такая одна на данный момент, по крайней мере, не только в Мурманской области, она будет и в России, наверное, такая единственная, насыщенная всем. Но для меня это, опять же, возможность попробовать свои силы. Я уже предупредила коллег, что будет невероятно сложно, что они не должны ничего бояться, что мы будем идти этой дорогой вместе, рука об руку. Потому что есть такая шутка, знаете, про руководителей. Руководитель — это тот, кто водит руками. Вот пришёл, поводил руками, вот идешь туда, ты делаешь что? А для меня руководитель, ну, для меня лично это история, когда вести за руку, вести об руку. Потому что вот когда... И главное — идти по одной тропинке, в одном направлении. Абсолютно точно, в одном направлении, да, смотреть в одном направлении, да, не обязательно смотреть друг на друга, но смотреть в одном направлении. Антуана де Сента-Экзюпери. Да, да. И идти именно вот... Ну, потому что когда ты идёшь какой-то нехоженной тропой, для библиотекарей это вообще всегда шок, да, потому что у нас одна из... Раньше была одна из самых консервативных профессий. Конечно. Очень академично так, выдержанная в рамках. Очень, да. И понятно, что мы всё-таки, конечно, как общедоступная библиотека, как библиотечная сеть по городу, городская. Мы, конечно, проще и ближе к земле, скажем так, не научная библиотека, но и тем не менее. А сейчас мы идём такими нехоженными тропками. Это невероятно просто. И продолжаем читать, что тоже очень важно. Это невероятно важно. Это самое главное, потому что всегда мы об этом говорим, какие бы активности мы ни придумали, какие бы там швейные, вышивальные, гончарные и прочие фишки, там фитолабы, но мы всегда будем возвращаться к книге. Мы всегда будем возле книги. И книги у нас есть и про гончарное ремесло, и, естественно, когда детки будут к нам приходить в фитолабы, естественно, они будут брать научную и научно-популярную литературу в первую очередь. И сейчас, когда мы формируем фонд, будущий модельный, мы его колоссально обновляем, мы это учитываем. Когда планируется открытие на Чумбарова-Лучинского? На Чумбарова-Лучинского открытие у нас назначено на 29 сентября 2020 года. То есть вы вот, получается, прям по осени, с началом нового учебного года обрадуете горожан и пространством, совмещенным с библиотечной историей, да, это на Нахимова-17 сутки. И на Чумбарова-Лучинского в Давлендском районе модельная библиотека. И все уже ждут, у нас там висит объявление, что вот как только закончится ремонт, как только, как только мы вас сразу всех пригласим. Хочу еще успеть спросить вас вот как раз юбилея 80 лет и, соответственно, мероприятие, которое вы готовите, книголед. Да, мы готовим фестиваль. Это что-то вот, как вы себе его обозначили, да, вот фестиваль, праздник, конкурс, ярмарка, что это? В первую очередь, это фестиваль. В дальнейшем нам хотелось бы очень сделать фестиваль-ярмарку. Кто побывал, да, на книжной ярмарке вот сейчас, наверное, уже понимает, что это за формат. Это формат продажи и формат встреч с писателями. Ну, для нас образцом является, разумеется, форматы там Красная площадь, нон-фикшн в гостином дворе, да, но это вот, это тот высокий образец, которому надо стремиться. Да, стремимся, стремимся. У нас будет фишка в том, что, ну, будем использовать такое немножко неформальное слово, да, в том, что у нас сеть разбросана по городу, да, и вот у нас на площадках семей наших филиалов будут разные тематические площадки. То есть тема фантастики, тема детективов и триллеров. Вот мы вот такое берем. Тема семейного чтения, ну, естественно, сказки, там будут и детские книги, очень много. Вот, то есть вот мы решили по темам их развести. Естественно, на каждой площадке у нас будут авторы, естественно, на каждой площадке будут литературные, в первую очередь, игры, викторины, конкурсы, всевозможные активности. И я бы даже очень хотела, чтобы были какие-то мастер-классы, например, по написанию там стихотворений. Пусть даже они будут детские, да, или взрослые, не важно. Ну, что-то вроде Буриме, да? Ну, по написанию рассказов. На самом деле, до того, как Ваня Чернышев, вот он уехал сейчас в город Санкт-Петербург, успешно работает в Маяковке, вот, он проводил такие мастер-классы, ну, не одним, Иваном Чернышевым, да, у нас есть много авторов, с которыми мы сотрудничаем, которые, я думаю, нам помогут. И мы, самое главное, что будем стараться приглашать тоже писателей известных, да, для того, чтобы, ну, во-первых, это имя в афише, да, это то, что привлекает. Да, и предварительно у нас, как минимум, есть договоренность уже с Алексеем Сальниковым, да, который известен всем по Петровой гриппе, плюс ко всему, когда писатель экранизирован, это уже... Да еще и мурманчане несопричастны, артисты, выходцы из Мурманской детско-театральной школы играют в этом кино, да. Да, и поэтому это, ну, это, опять же, это расширяет гораздо рамки, да, потому что все мы понимаем, что все-таки чтение чтением, да, но когда вот идет экранизация, хотя это уже совсем другая история, да, про кино, это уже немножко она вот оторвана, с Яной Вагнером был прекрасный об этом разговор, про то, как экранизировали в итоге ее книгу, как переделали сценарий, как там главным героем из «Женщины» стал мужчина, потом там появляются вдруг китайцы, потом еще что-то... Нет, ну, это надо, конечно, этот момент брать на контроль, мне кажется. Ну, там, когда у писателя выкупают все права, и он не имеет уже никакого отношения к сценарию, да, вот, хотя она говорила, возьмите меня, да, ну, вот. Здорово, сколько интересных событий, приятных, главное, событий, но летом, вот, в завершении эфира, хочу еще вас спросить, у вас особо формат не меняется, вы также работаете, у вас нет никаких пауз, как, например, в школах или каких-то других... Вот, например, да, как в театре, да, есть понятие сезона, да, 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 или, например, культурно-досуговое учреждение, они летом тоже активно работают, да, но понимаем, что есть некая сезонная такая активность. Мы, естественно, так как мы понимаем, особенность нашего северного города, большой отток, но часть детей, часть людей в городе остается, поэтому, естественно, мероприятия проводятся, они просто не настолько масштабные, да, потому что мы понимаем, что вот проведешь что-то масштабное, там, в июле-августе, люди приедут в сентябре и скажут, ну, без нас пошло, им будет обидно, вот. Вот, например, только вот сегодня в филиале в нашем замечательном, я его ужасно люблю, на генерала Фролова, на больничке, библиотека семейного чтения, тоже из нашей сети, проходит сегодня мероприятие по семейным чтениям, посвященное русским народным сказкам. И там будет, естественно, и чтение, и разговоры там о бытии, обрядах, да, наших русских, естественно, будут игры забавы, пословицы и поговорки, загадки будут отгадывать, и хороводы водить, и в игры играть. То есть, замечательное совершенно мероприятие. В арт-библиотеке постоянно творческие мастерские проходят. В библиотеке на Шабалина, вот, 17-го, это будет суббота, проходит фотоквест в час. В общем, заходите в аккаунт центральной городской библиотеки. Можно найти всю. В библиотеке комиксов, арт-библиотеке, да, смотрите, заходите на наш сайт, там постоянно все новое. Ну и, конечно же, читайте, обязательно читайте книги, приходите к нам за книгами, как за бумажными, так и за электронными. Но, кстати, к вопросу бумажных и электронных, все равно наверняка, да, вы, наблюдая, видите, что более зрелая, там, старшее, среднее поколение предпочитает наверняка бумажную, да, книгу. А ребятишки наши, кто помладше, никуда не деться от цифровизации, от всех этих гаджетов, телефонов и планшетов, наверное, превалирует электронная история. Там даже, ну, опять же, маленькие дети все-таки никто не отменяет, что они все страшные визуальщики, да. Ну вот это да. Вот, да, поэтому там для них все-таки важны вот эти вот красивые, яркие книги, да, когда это большой формат, когда это все так красиво, когда это книги панорамные, да, вот с этими вырезанными картинками. Да, конечно. Нет, с детьми как раз вот это отлично срабатывает. Вот проваливаемся немножечко, вот когда детки переходят вот в ранний пубертат, да, вот тогда у них там страшно там на них. Бог с ним, с цифровизацией, с электронным чтением, они же проваливаются в Тик-Ток, к сожалению. Вот, а это уже совсем история не про чтение, это совсем не про глубокие мысли. Тут же, что важно-то в чтении именно, да, что идет колоссальная настройка, перестройка мозга. А у них, у подростков, у детей, да, вот это налаживание новых нейронных связей. Вот то, что должно быть на пике, а это все, к сожалению, убивается. Читайте, друзья, читайте. Читайте. Читайте своим детям книги, читайте сами, потому что вот опять же, вот на встрече с Яной Вагнер вот она замечательную, банальную совершенно вещь, ну замечательную сказала, да, что ничто так лучше не заставляет детей читать, как читающий родитель сам. Отодвиньтесь вы от детей, отстаньте от них, в конце концов, сядьте сами и почитайте. Спасибо большое за эфир, спасибо вам, удачи, и я думаю, что встретимся еще уже в следующем рабочем, так сказать, сезоне, да, и расскажете нам еще что-нибудь интересное. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok